Всем привет! Это отличный помощник в лечении артрита, подагры, остеохондроза и артроза. Его используют или как освежающий напиток, или как лечебное средство. Необходимо высыпать в ёмкость 100 грамм риса. Я беру красный рис, бурый рис и обычный белый рис, желательно брать длиннозёрный. Всё это хорошо смешиваю. Итого, напомню, нужно в общем взять 100 грамм риса. Заливаю литром прохладной чистой питьевой воды. Добавляю 3 столовые ложки мёда или 3 столовые ложки сахара. И 1 столовую ложку чёрного изюма, но ни в коем случае не замачивайте его предварительно в кипятке. Изюм это живые дрожжи и желательно его не мыть. Всё тщательно размешиваю до растворения мёда или сахара, в зависимости от того, что вы добавите. Закрываю сверху марлей и оставляю в тёмном месте на четверо суток. Через 4 дня квас готов. Переливаю его в другую ёмкость и храню в холодильнике. Пьют рисовый квас перед едой 3 раза в день по 100 мл. Рис и изюм, которые остались, не выбрасываю, а использую повторно в качестве закваски. Только уже свежих ингредиентов добавляю в половину меньше. Вот такой получается квас, ароматный, игристый. Для улучшения вкуса можно добавить кусочек имбиря, цедру апельсина или лимона. В сутки рекомендуется выпивать не более 300 мл рисового кваса. Рисовый квас вымывает соли из суставов и почек, то есть очищает организм от солей, растворяет осадок из мочевой кислоты и солей кальция, что помогает при артрите. Справляется с кишечными инфекциями, стабилизирует работу кишечника, способствует обновлению клеток. Рисовый квас пьют 3 раза в год по 1 неделе. Конечно же имеются противопоказания при склонности к задержке стула и больным сахарным диабетом. Рисовый квас противопоказан. При употреблении рисового кваса рекомендуется есть картофель и употреблять курагу, так как он вымывает калий из организма. Перед употреблением рисового кваса проконсультируйтесь с врачом. Квас – напиток полезный, помогает работе желудочного сока. Польза огромная. На момент готовности кваса весь сахар будет уже съеден бактериями. Если вы вдруг решите заменить мёд с сахаром, это дешевле. Всем спасибо за просмотр! До новых встреч на канале!